Добрый день! Сегодня мы рассмотрим отрасль здравоохранения на системе Visiology, а также затронем аспект интеграции SmartFrom со второй версией Visiology на третью. Для начала немного информации о нас. Мы компания BI Consult, работаем на рынке с 2009 года и осуществили более 300 успешных внедрений. Нашими клиентами являются компании номер один в своих отраслях. Мы являемся партнером Visiology и имеем сертифицированных разработчиков. Оказываем услуги по разработке и внедрению систем бизнес-аналитики, разработке корпоративных хранилищ и витрин данных, настройке разработки аналитических панелей, дэшбордов, регламентных отчетов и ряду других услуг, с которыми подробнее можете ознакомиться на нашем сайте. К вариантам использования BI здравоохранения можно отнести анализ данных статистики по пациентам, оптимизация расписания и регистрации пациентов, прогнозирование продаж и потока клиентов, улучшение финансового контроля и другие возможности. Относительно нашего решения можем выделить следующие выгоды – повышение эффективности компании, анализ удовлетворенности пациентов, улучшение финансовых показателей, стратегическое планирование и прочее. Итак, приступим к рассмотрению кейса по проведению аналитики медицинских услуг Visualogy 3-й версии с использованием SmartForms. Перейдем к рассмотрению дэшборда. Первый лист посвящен операционным показателям по клиникам. На круговых диаграммах отражено распределение выручки по клиникам, отделениям, группам услуг и способам оплаты. Диаграмма в виде полукруга не является встроенным виджетом и выполнена с использованием кода на JavaScript. Категории, имеющие небольшую долю на круговой диаграмме, можно объединить прочее, для этого потребуется скрипт. Ниже построена столбчатая диаграмма с фактической выручкой за пристальный период и график с динамикой по количеству пациентов и оказанных услуг. Сверху выведены KPI с выручкой, средней выручкой, количеством услуг на пациента и общим количеством пациентов. KPI с выручкой отражает долю фактической выручки к плановой и меняется в зависимости от установленного фильтра. Это также сделано с использованием JavaScript. Перейдем к следующей вкладке «Анализ по отделениям». Здесь сразу бросается в глаза виджет 3Map с распределением выручки по отделениям и группам услуг с возможностью drill down. То есть мы можем провалиться в отделении и детальнее рассмотреть, какие группы услуг приносят наибольшую выручку. На графике отражена динамика плановой и фактической выручки за период. Столбчатая диаграмма отражает количество услуг по отделениям с возможностью drill down до групп услуг. Выше расположена HitMap – тепловая карта, отражающая количество посещений клиник по дням недели. Как мы можем увидеть, в наших клиниках наблюдается просадка воскресенья. Стоит отметить, что HitMap и 3Map не являются встроенными виджетами и выполнены с помощью JavaScript. В качестве KPI были выбраны план, факт, количество групп услуг и количество отделений. Следующий лист посвящен анализу по специалистам услуг. Столбчатая диаграмма отражает количество докторов по отделениям с возможностью drill down до способов оплаты. Справа расположена лепестковая диаграмма, которая выводит самых результативных докторов. Радиус отвечает за количество услуг, а длина окружности – за выручку. Ниже сводная таблица с финансами и операционными показателями по клиникам, отделениям, докторам и группам услуг. Для отражения KPI были выбраны количество докторов, посещений, выручка на доктора, среднее количество услуг. Наконец, переходим к вкладке с анализом по пациентам. Комбинированная диаграмма описывает распределение количества посещений и количества пациентам по группам услуг. Далее следуют круговые диаграммы с определением пациентов по полу с возможностью провалиться до возрастных групп и распределением количества пациентов по отделениям. Ниже представлена сводная таблица с информацией по обращениям пациентов по клиникам, отделениям, группам услуг и дате. И в качестве KPI были выбраны количество пациентов, посещений, услуг и средняя выручка на пациента. Теперь рассмотрим процесс интеграции Smart Forms второй версии Visual уже на третью. Переходим в панель администрирования. Выбираем Smart Forms. Слева нажимаем измерения. Нам необходимо добавить новое измерение. Нажимаем на зеленую кнопку и выбираем загрузить из файла. Это будет заранее подготовленный шаблон с набором данных. Мы можем это сделать и вручную, добавив атрибуты, но тогда и сами данные придется подгружать вручную. Итак, данные подгрузились. Они описывают регистрацию клиентов и включают в себя ID посещения, имя доктора, который должен ссылаться на уже созданное измерение фарма-доктора и для заполнения формы мы можем использовать докторов, которые есть в этом справочнике. Затем имя пациента, название услуги и дата приема. Также необходимо нажать на чекбокс показывать на главном экране и нажимаем сохранить. Теперь нажимаем на кнопку слева от администратора, нажимаем Smart Forms, в панели слева переходим в справочники и находим нашу новую форму. В настройках таблицы можем поставить галочки для того, чтобы отображались все столбцы. Здесь мы можем вручную добавить новую строку. Достаточно написать только ID посещения, остальные параметры можно выбрать в списке, так как они будут ссылаться на другие справочники. Убираем доктора, пациента, название услуги и ставим дату. И нажимаем сохранить. И сейчас вы можете увидеть предупреждение о том, что данные сохранились только во внутреннее хранилище и рекомендуется сделать полный перенос. Поэтому давайте сделаем это. Нажимаем ОК. И нам необходимо вернуться в панель администрирования Smart Forms. Переходим в наши измерения. Внизу в разделе «Настройки интеграции с изеологией 3-й версии» выбираем рабочую область и набор данных, куда мы хотим экспортировать новые данные. Теперь вернемся в Dashboard Designer. В панели слева выбираем набор данных. И видим, что появилась наша таблица из Smart Forms. Соединим ее с основной по ключу виски ID. В панели «Просмотр данных» мы можем посмотреть на нашу новую таблицу. Переходим в раздел «Дэшборд». Выбираем вкладку «Регистрация», где мы можем построить визуализацию для информации по записи пациентов к специалистам. Добавим столбчатую диаграмму для визуализации количества записей по дням. И можем добавить таблицу с информацией по пациентам, докторам, услуге и дате посещения. Немножко расширим ее. И мы с вами просмотрели пример реализации аналитики по медицинским учреждениям на системе Визиологи. Спасибо за внимание. Продолжение следует...